приветствую вас в россии начались аресты но как всегда начали да 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 из ученых все как уровень на сталина вместо чтобы действительно наказать виновным арестовать надо было путина как минимум значит это кто что официально сообщено вообще потому что тут смотрите на сибирске есть институт называется очень мудренно как все институт теоретической прикладной механики ну считается супер секретным супер закрытым разрабатывает секретное оружие том числе кинжалы это типа он придумал разработал так дальше но кроме кинжалов там другие супер те что знаете пусть любить мультики показывают что вот у нас такие так дальше и вот по письмо короче есть этого институт сотрудник не указано что 16 человек на сегодняшний момент это находится под следствием но арестовали насколько так было понятно троих причем даже тут скажет немного не так что двоих арестовали в том году одно арестовали в этом а еще одного арестовали в прошлом году насколько я правильно понял но он умер в лефорте потому что тут не понимаю что это как полу все знаете называют и называют причем ученых арестовали по самой страшной статье госизмена это значит что им грозит пожизненное заключение что это за ученые ну как вы догадываетесь главный сотрудник и доктора наук и так дальше то есть те люди которые разрабатывали но я так понимаю в том числе кинжал здесь конечно в письме не написано здесь просто указано что они на сегодняшний момент ну как бы подвержены аресту и задержание про этой причине не указано действительно ли они занимались кинжалом или не занимались просто указано что да значит они занимались разработкой гиперзвуковых технологий о как звучит как хоть так и понимаю чем это связано ну но и говорят что связано тут понятно госизмена обвиняют том что там не китайцам передали американцам французам так дальше но злые языки поговорили что не то что не передали и передали это не главное главное другой после того когда начали пускать кинжалы стало понятно что фуфло чистейший фуфло никаких этих супер-пупер оружия с него не получилось да действительно патриот сбил всякие кинжалы причем и тот раз и этот раз ребята вот эти глупости что там патриот уничтожен ну вы же понимаете что ну что может сказать министерство обороны если действительно не запасили кинжалы все сбиты не нужно что-то придумать типа вот мы прикончили и да действительно получилось что супер оружие казалось никакой не супер тут же сразу нашлись вредные люди ну знаете вредные такие и взяли посчитали а с какой скоростью летела этот кинжал ну как посчитали посчитали пуст посчитали когда же на такие вода летела ну и на калькулятор и говорят понимаете тут же нету скорости звуков как-то не считать никак не получается но есть скорость но далеко не звук и я так понимаю это посчитали кремле тоже когда посчитали пацаны бабло где деле нет то что в россии воруют все безбожные это понятно никаких научных разработка в россии нет вы и сами и тут я так понимаю ситуация следующая действительно крайне указать знаете мальчики для битя душа украли конечно в кремле вы же понимаете как работает машинка делаете из бюджета он проходит через колоссальное количество посредников друзей все по кусочку поразрывали оказался пшик понятно там что-то до ученых дошло копейки и они что-то может там и пытались сделать но опять же поймите российская наука она убогая это осколок советской науки которые еще более убогий чем что-либо показуха очковтирательство обман ложь это основа советская и российская наука по этой причине ну да они там понаписывали что ракета может лететь там два раза скорости звука там много чего понаписывать то можно господи все же понимают что-то ложь понимают ну а идиот путину о правда ты смеешься нашел кому верить идиотом сам же идиот и такие же идиоты поэтому причине здесь нет ничего необычного да действительно российская наука как такое не существует вы никогда не задавали вопрос почему российская наука автомобиль сделать не может российская наука не может атья-тя-тя-тя как только заблокировали да да полный развал это еще раз показывает что поймите как такой науки не существует люди просто воруют прошли деньги поделили разделили сделали псевдо какие-то там разработки и все просто кстати да вот даже вот эти шхиды которые там россия сейчас сама решила сделать это ужас просто представьте ну видно сразу что все делается как попало плохо бездарно и да действительно получилось как бы немножко так сказать обыдно столько денег потратили такое супер оружие изобрели оказался никакой не супер бездарно и я понимаю что это как бы путин пстит говорит я сейчас даю вас оттолк тут же в чем беда понятное дело что в основном украл кто фойгу герасимов те кто поближе к крым на их тронут он боится вот его оторвать по этой причине давайте будем наказывать где-то дальше можете представить как сейчас там вот работники других научно-сельских институтов причем понимаете тоже люди которых арестовали довольно-таки пожилые даже очень старые сказал с этим так души шара а там же действительно есть масса людей которые но занимают высокие должности работают получать хорошую зарплату и понятное дело что они попали в такой переплет когда они сами знаете что же ими делать и и как это с это все вырубить убежать куда тут же проблемы далеко и ждать ареста да потому что понимаете в россии что очень любит ссср репрессии и до мальчика для битья да я так понимаю что сейчас будет максимально раскручивать рассказывать что вот агенты завербованы предатель это не делаешь узнаете скоро они дают показания что там сбу украсть завербовала по этой причине они плохую ракету сделали тогда что это достаточно боже какая убогая страна боже милостью да действительно бог у россии собрал осталась одна глупость что есть то есть что же